Азбука 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 Животные На каждую букву алфавита Борис Захадерт описал стихотворение, знакомящее нас с каким-либо животным. На первую букву алфавита автор знакомит нас с аистом. Азбука пусть начинается с аиста. Он, как и азбука, с а начинается. Давайте познакомимся с другими стихотворениями мохнатой азбуки. Верблюд Верблюд решил, что он жираф и ходит голову задрав. У всех он вызывает смех, а он, верблюд, плюет на всех. Ёжик Что ж ты, ёж, такой колючий? Это я на всякий случай. Знаешь, кто мои соседи? Лисы, волки и медведи. Есть в аспуке стихотворения о животных, редких и малоизвестных. Например, топир Топир навек повесил нос. Грустит он об одном. Он собирался стать слоном. Да так и не дорос. Я предлагаю вам послушать стихотворение про кита и сделать его своими руками. Всю жизнь в воде проводит кит, хотя он и не рыба. Он в море ест и в море спит. За что ему спасибо. Тесно было бы на суше от такой огромной туши. Вот такой кит у меня получился. Хотите сделать такого же своими руками? Для этого нам понадобятся следующие материалы. Белый картон, краски, кисточка, баночка с водой, карандаш, ножницы, клей и готовый глазик. Но можно сделать его и своими руками. Раскрасьте картон с синей краской разных оттенков. Можно брать бирюзовый, голубой, синий и даже фиолетовый. Движение кистью делайте в хаотичном порядке. Ждем, когда краска высохнет. После этого переворачиваем картон и рисуем карандашом нашего кита. Рядышком нарисуйте плавник. Берем ножницы и вырезаем. Если у вас, как и у меня, остались белые пятна, тогда снова возьмите краску и закрасьте их. С помощью клея приклейте глаз и плавник. Вот и все. Кит готов. Приходите к нам в библиотеку и читайте стихи Бориса Захадера. Приходите к нам в библиотеку. 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 Приходите к нам в библиотеку.